Всем привет, мои хорошие! На улице ужасная погода, ветрено, холодно. Сегодня мне надо в спортзал. Я решила устроить себе выходной и сегодня целый день сидеть дома, никуда не вылазить. Чисто рисовать бумажные сюрпризы и снимать для вас контент. Вообще обычно, когда я пропускаю зал, я не просто забиваю, а на следующей неделе уже хожу каждый день, чтобы восполнить вот эти пропуски. Сейчас хочу сделать макияж с вот этой вот палеткой от NYX. Мне она настолько нравится. У меня, кстати, тон тоже от NYX. Я обожаю косметику от NYX. Это просто моя любовь. Для мукбанка нужно сделать макияж. Пудра тоже у меня заканчивается. Я молочина. Добиваю все. Макияж у меня готов. Сейчас буду снимать мукбанк. Параллельно делая макияж, я смотрела новости. Там, естественно, про Турцию. То, что там происходит, это просто ужасно. Невозможно спокойно на это смотреть. Даже, я бы сказала, шокирующе смотреть тикток, где люди сами снимают свое состояние, как они находятся под завалами. Ужас просто. Я прям не могу. У меня сердце кровью обливается. Я как будто немножко в дупле. Я всегда о всех новостях, которые происходят поблизости где-то здесь, узнаю, наверное, самые последние. И очень много людей собирают гуманитарку. Там вещи теплые, постельное белье, там какие-то одеяла. Но в моем случае, мне кажется, лучше просто задонатить деньги, потому что вещей реально очень много люди насобирали. Поэтому я думаю, хоть небольшую сумму, но лучше в денежном эквиваленте помочь, нежели отправлять вещи. По-моему, уже нельзя, да? Там какой-то день был. Некоторые мне писали в Инстаграм, почему ты на мукбанке об этом не говоришь. Но мне кажется, ребят, это не та тема, которую можно обсуждать на мукбанке. Сидеть, кушать и рассказывать о том, что там умирают люди под завалами. Это как-то, ну, некрасиво, согласитесь. И плюс еще мой канал, это не новостной портал, где я говорю о политических темах. Я снимаю развлекательный контент, и вы должны это понимать. Несмотря на то, что на улице холодно, я все-таки решила выйти из дома, пойти купить кое-что для бумажных сюрпризов, потому что много чего у меня закончилось. И еще мне нужно купить что-то из уходовой косметики. У меня закончился мой крем уже два дня назад, а у меня суперсухая кожа. Если я ее не увлажняю, она в ужасном просто состоянии, плюс на улице зима. Поэтому обязательно надо что-то прикупить. Здесь конкретно, что я буду покупать, я сама не знаю. Посмотрим, в общем, в магазине. И еще, кстати, вы спрашивали меня, на что же я снимаю. У меня Canon J7X. Вот на нее я снимаю влоги и еще бумажные распаковки. На телефон редко что-то снимаю. Два градуса, прикиньте. Я собираю сумочку, решила это сделать вместе с вами. Первое, что я обязательно беру, это мой кошелечек. Здесь у меня зарплатная карточка, немножко налички. И, конечно же, бонусная карта в косметический магазин. Если даже там какие-то позиции чуть-чуть дороже, чем везде, я обязательно покупаю именно там. Наверное, этот способ маркетинга разработан для лохушек. Как раз-таки для меня. Ключи от машинки. Обязательно беру свою любимую расческу. Она супер миниатюрная. Я заказывала шейн, уже использую на протяжении месяца. Очень удобно. Естественно, ключи от дома. Мой телефончик. Его, пожалуй, положу вот в это отделение, чтобы ключами не поцарапать. Помада обязательно. Кстати, помните, я вам рассказывала, что я посеяла две свои помады. Так вот, я их до сих пор не нашла. Ещё, кстати, надо купить пилку. Ещё немного налички. И, пожалуй, думаю, всё. Ну, ещё можно взять пачку сухих салфеток. Вообще, сильно свою сумку я никогда не загружаю. Всё только самое необходимое. ВЫЗЬ! 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 Я уже дома. Снимать в магазине не стала. Купила очень много всего и для этого канала. И я хочу отдельное видео снять для бумажного канала. А дурачок сразу пытается убежать. Господи, я не понимаю, это животное. Вот куда он стремится? Что он там потерял? Прямо его мечта это улизнуть от нас. Кстати, на улице я бы не сказала, что прям так сильно холодно. Позавчера, когда было 6 градусов, было холоднее, чем сегодня, когда всего 2 градуса. Я не знаю, возможно, это чисто мои ощущения. Но когда вот этот ужасный ветер у нас в боку, мне становится в 100 раз холоднее, чем просто чистый мороз. Первое, что я купила, это крем от Биодерма. Давненько я его хотела, слышала очень много отзывов и решила взять. Стоил он 59 монат. Это делает приблизительно 35 долларов. Это ночной крем. Здесь 50 мили. И я специально его взяла, чтобы после того, как я сняла макияж вечерний, на ночь наносить этот крем и ложиться спать. Потому что по-другому я просто не могу. Кстати, многие интересуются о состоянии моей кожи. Как она сейчас себя чувствует. Я вам скажу, замечательно. Особо сильных высыпаний у меня нет. Конечно, кое-где кое-что вылазит. Но это локально и быстренько проходит. В коробочке также я обнаружила очень милую вот такую ложечку. Обычно я их всегда теряю. Я специально решила взять разные уходовые средства, чтобы посмотреть, что мне больше нравится, что мне больше идет. И я взяла вот такой вот крем от Коллаген. У меня есть тональный, который я еще не вскрывала. Он в 13-м оттенке, но все равно достаточно мне темный. Так как у меня очень много тональных основ, до нее пока что очередь не дошла. И я пока что специально ее не вскрывала. Ну а так, от Enough у меня есть тональный крем 8 пептидов. Как раз-таки вы в комментариях очень мне его советовали. Я купила. И это просто лучший тональный в моей коллекции. Я его просто обожаю. Поэтому решила от этого же бренда попробовать и уходовые штучки. А вдруг мне понравятся. Тем более, стоят они совершенно недорого. Вот этот крем стоит 11 монат. Здесь также 50 грамм. Стандартный объем. Посмотрим, понравится он мне или нет. В дальнейшем во влогах обязательно буду делиться с вами своими впечатлениями. Единственный момент, который немножко мне не понравился. Здесь нет защитного слоя. Я человек, который все покупает на запас. Поэтому, если вы купите этот крем, то он уже в скрытом формате. И им сразу нужно будет уже пользоваться. Учтите этот момент при покупке этого средства. В последнее время все больше и больше хвалебных отзывов я слышала о корейской косметике. И вы знаете, попробовав ее в первый раз где-то, наверное, полгода назад, я поняла, что очень даже не зря. Вот этот крем тоже от корейского бренда Farmstay. Здесь очень большой объем. 100 грамм. Такое, знаете, ведро крема прям на год. Ну, для кого-то, возможно, на год, но для меня где-то на два месяца, потому что я очень обильно постоянно увлажняю кожу, потому что она у меня очень жестко сохнет, особенно зимой. Здесь также, к сожалению, нет защитного слоя. Это минус. Но просто надо учитывать, что биодерма стоит в 6 раз дороже, чем коллаген. Поэтому, наверное, понятное дело, что таких плюшек здесь нет. Ничего страшного, мне просто самое главное протестировать и найти что-то свое, что подходит моей коже. Сказать честно, я устала разочаровываться в тканевых масках, но вот это меня привлекло своим дизайном. И эта маска от Holika Holika стоит 5 монат. Это даже дороже, чем гарнир. Посмотрим, что же такого удивительного она сделает с моей кожей. Мы можем с вами лишь предположить, скорее всего, ничего. Обязательно на запас, увидев в магазине, купила себе умывалки от Natura Kamchatka. Это серия из Natura Siberica. Мне очень нравятся эти умывалки. Я всегда их покупаю на запас. Вдруг потом в магазинах их не будет, а чем-то другим умываться я просто не представляю, чем можно их заменить. Я, естественно, как хомячок в прошлом году купила себе 6 пудр от Rimmel Stay Matte. И сейчас у меня осталась только одна. Поэтому решила себе докупить Affinitone Совершенный Тон от Maybelline пудра. У меня подобная пудра была, тоже от Maybelline, только из серии Fit Me. Я как раз таки хотела взять ее, но ее, к сожалению, не было в том оттенке, который был нужен мне. Честно, я искренне не понимаю, зачем они кладут эти пуховки. Они ведь совершенно неудобные. Я всегда использую только кисточку. Если вам нравятся эти пуховки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне просто интересно, существуют ли такие люди. Пока я тут снимала для вас средства, посмотрите, что сделал дурачок. Какой вид он привел эту бумагу. Вот, везде эти кусочки. Зачем он такие вещи делает, я не понимаю. Вот если я его поругаю, он даже не поймет, из-за чего я его ругаю. Я почему-то, когда покупаю декоративную косметику, радуюсь, честно, как ребенок. А когда какие-то уходовые штучки, мне вообще параллельно от этого всего. Вот еще, кстати, у меня есть от Farmstay вот такой коллаген. В инстаграме я вам отмечала страницу, где можно приобрести это средство. Кстати, в магазине, где я купила все остальное, это средство стоило гораздо дороже. Так что обращайте внимание на то, что я рекомендую там. Огромная бандура я с удовольствием использую. Мне кажется, просто мне это хватит на год. Еще я купила вот такой штатив. Он, к сожалению, только для телефона. Мне бы, конечно, хотелось хороший, мощный штатив, который будет держать не только телефон, но и камеру. Такие штативы стоят дороже. Они продаются на Озон, но, к сожалению, доставки в Азербайджан нет. С этим надо что-то сделать. Возможно, папу попрошу переслать или посредника найду. И хочу заказать себе хороший, прям удобный, надежный, чтобы и камеру можно было ставить. Коротко о том, зачем мне такой штатив. Вы знаете, что у меня есть бумажный канал, и в последнее время я начала снимать очень много видео-шотс для этого канала. То есть, когда я рисую бумажные сюрпризы, я хочу ставить камеру и снимать для вас процесс и публиковать в шотс. Наверняка у вас в душе закралась мысль, что Айка начала снимать активно шотс после того, как их начали монетизировать. Но я хочу немножко вам объяснить. Дело в том, что это просто громко сказано, что шотс-видео начали монетизировать. 100 тысяч просмотров полдоллара просто. Я снимаю эти видео исключительно потому, что они помогают привлечь новую аудиторию. Например, я показываю процесс создания бумажных сюрпризов, а потом это видео набирает гораздо больше просмотров. Чисто с этих соображений я стараюсь как можно больше шотс для вас снимать. Ну а штатив пока что этот. В принципе, телефон он держит просто замечательно. Я пробовала сюда ставить свою влоговую камеру. Держит не настолько надежно, поэтому лучше не экспериментировать, а то вдруг уроню сломаю, где я потом куплю такую камеру Canon. Мама уже злится, говорит, сколько таких штук у нас будет уже в квартире. Везде ring light, штативы всякие, провода и так далее. Ну а что делать? Сейчас я хочу помыть кисти. Этими кистями я пользуюсь каждый день и стараюсь неделю один раз обязательно их мыть. И вот сейчас настал их черед. А вообще мне надо купить пару новых наборов. Я не знаю, куда они у меня деваются, сколько я не покупаю кисти. Они вечно у меня теряются. Из каждого набора остается там 4-5 кистей. Вот, поэтому какой-то новый наборчик себе обязательно прикуплю. Даже сегодня, когда была в магазине косметики, тоже смотрела набор. Но там что-то ничего не понравилось. В последнее время, кстати, тон тоже наношу только кисточкой. Я уже как-то привыкла, уже не полосит. Поэтому погнали их мыть. Обычно есть илю бумажные полотенца. Но их, к сожалению, не было. Поэтому я взяла обычные салфетки. И вот так вот раскладываю кисти. До утра они у меня здесь высохнут. Здесь как раз и батарейка, прям тепло. Вот, завтра уже можно делать макияж с чистыми кистями. Я уже типа здесь подготовила фон. Сейчас, наверное, буду снимать покупочки для бумажного канала. Что же я интересненького купила. Тут много чего. Такую бумагу взяла. Она лучше хрустит, чем обычная снегурочка. Снегурочка ужасная бумага. Она и стоит дешевле всего. И качество тоже вообще ужасное. Ну, по крайней мере, для меня. Я не знаю, как для кого. Наверное, вам не будет интересно разглядывать мою канцелярию на этом канале. Поэтому на бумажном канале будет полноценное видео, где я все это дело показываю. Если вам интересно, то переходите и смотрите. А здесь я, пожалуй, показывать не буду. Только покажу вот это. Это такие глиттеры. Листючки. Интересно, как они в использовании. Здесь пять цветов. Такие яркие. Надеюсь, что и на бумаге они будут так же переливаться. Классно. В общем, будем тестировать. Здесь такие вот гелевые ручки. Наборчиком сразу взяла. Хотя у меня был набор, он почти закончился. Вот такие вот атрибуты. Сейчас бегу снимать видео. Выгляжу я, конечно, мягко говоря, ужасно. Я просто очень устала. У меня уже весь макияж потек. Измученная такая. Но зато я очень много успела. И в такие дни, несмотря даже на свою усталость, я чувствую себя гораздо лучше, чем в те дни, когда я ничего не делаю. Когда я ничего не делаю, меня жутко мучает совесть. И я начинаю перекручивать в голове, сколько всего я бы могла бы сделать. Я не сделала, как я могла. Я сама себя ругаю. Хотя это нормально. В неделю один день, например, просто лежать, ничего не делать. Но сегодня целый день я просто была как белка в колесе. Завтра у меня еще и спортзал. Но ничего. И, кстати, я хотела вам сказать. Помните, я в Мукбанке говорила, что мне не хватает общения. Мне написало очень много людей. И вам огромное спасибо за сообщение. И я даже успела кое с кем подружиться. И буквально через два дня, в воскресенье, мы должны встретиться с ней. И мне хотелось вам сказать, как хорошо, что вы у меня есть. Я могу вас спросить какой-то совет. Нет, просто рассказать о своих каких-то проблемах. И это реально очень круто. Когда я перестала снимать много контента на свой основной канал, у меня началась какая-то депрессия. Но сейчас я как будто получила второе дыхание. Я прям сейчас горю этим. Буду стараться для вас делать аппетитные столы. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok